Вагончик тронется, а он останется. Вокзал – это, можно сказать, лицо города. Именно он создает первое впечатление у прибывающих. Здание Ивановского жидовокзала приобрело свой теперешний вид более 70 лет назад. Он был открыт 15 января 1933 года, выполнен по проекту московского зодчего Вадима Михайловича Каверинского. На тот момент он ходил в семерку самых крупных железнодорожных вокзалов СССР. Ну а в 50-е годы, прошло 20 лет, решили, что надо вокзал обновить. И вот были проведены кое-какие работы, а внутри добавили витражи, панно ивановских известных художников Евгения Алексеевича Грибова и Марка Ивановича Малютина. Это эпизоды эволюционной борьбы, стачки и так далее. Совсем скоро в многолетней истории Ивановской жидостанции откроется новая страница. Здание решено реконструировать. Предложено уже несколько проектов фасада. Выбрать один из них, тот, что наиболее подходит городскому ландшафту или просто нравится, предстоит ивановцам. 18 марта на 66 пунктах, помимо бюллетеней рейтингового голосования в рамках формирования комфортной городской среды, будут специальные желтые анкеты, где нужно поставить галочку у того варианта реконструкции, который необходимо воплотить. Таким образом, высказать свое мнение может каждый горожанин. Он может выбрать любой из вариантов, поставить галочку в бюллетене, и, соответственно, его голос будет учитываться при принятии решения о том, каким же все-таки может стать наш вокзал. Варианты совершенно разные. Самый броский в красном цвете, как будто отсылка к революционному прошлому города. Два других более сдержанные в цветах окружающей застройки, но со своими изюминками. Мэр уже решил, за какой вокзал проголосует. Мне очень нравится вариант номер три, красный цвет фасада, потому что он близок к 30-м годам. И также мне очень нравится вариант номер один, потому что мне кажется, что он очень хорошо впишется в существующую нашу площадь, окруженную как раз такими зданиями, имеющими пастельные оттенки. Но все в руках горожан. Ознакомиться со всеми проектами и сделать выбор ивановцы смогут в воскресенье. С 8 утра до 8 вечера на ближайших пунктах голосования. Адреса есть на сайте городской администрации.